Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители, в студии RTN WMB в программе «У нас в Америке». С вами журналист газеты «Вечерний Нью-Йорк» Ари Каган. Мы находимся в гостеприимной телестудии в городе Форт-Ли, штат Нью-Джерси. Каждый раз, встречая интересных, уникальных людей или людей, которые прошли через какие-то очень серьезные жизненные испытания, я все время ловлю себя на мысли, что мы все ценим только тогда, когда теряем, и не ценим того, что кажется нам само собой разумеющееся, начиная от свободы, от того, что вокруг нас родные и близкие, от того, что мы можем иногда сделать самые, казалось бы, простые вещи, о которых потом думаем, почему же мы их не сделали, или почему мы что-то не заметили в текучке жизни, особенно когда вот эти жизненные будни заедают. И мы в суете что-то не увидели, не услышали, не поняли, не оценили. Оцениваем только спустя много-много лет. Я таким вот предисловием хочу начать сегодняшнюю передачу, которая будет целиком посвящена 25-летию, 25-й годовщине ужасной трагедии, Чернобыльской аварии. Среди наших телезрителей немало людей, которые пострадали от этой страшной трагедии. Среди многих русскоязычных иммигрантов есть люди, в семьях которых были и жертвы Чернобыльской аварии, или до сих пор испытывают на себе последствия этого страшного взрыва. Но всегда хочется узнать больше о той трагедии, потому что сейчас мир много говорит про Японию, про ядерные реакторы Фукусимы, и только сейчас начинают еще больше оценивать средства массовой информации Запада. То, что они 25 лет молчали, не то чтобы молчали, но не придавали такого значения тому, что произошло тогда в Украине в 1986 году, 26 апреля. Сегодня в этой передаче у меня очень необычный гость, очень необычный гость. Я с огромным удовольствием хочу представить, сегодня в нашей студии находится Василий Кавацюк. Василий Кавацюк участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Он был тогда старшим лейтенантом, и не то что так своими глазами это видел, а прошел через весь ужас Чернобыльского радиационного облака, и потерял очень дорогого и близкого человека, об этом мы тоже сегодня будем говорить. И сразу хочу поблагодарить Вас, Василий, за то, что Вы согласились принять участие в сегодняшней передаче, потому что я понимаю, что каждое воспоминание об этом событии – это боль, это тяжело об этом говорить, но я безмерно благодарен Вам за то, что Вы нашли возможность и приняли участие в сегодняшней передаче. Это очень важно, что Вы здесь сегодня. Спасибо Вам. Спасибо, Ари. Василий, мой первый вопрос. Два слова хочу, чтобы Вы рассказали о себе, где Вы родились, чем Вы занимались до 26 апреля 1986 года. Ну, в двух словах буквально, как Вы стали ликвидатором? Ну, это как все обычно становятся, наверное, ликвидаторами, так я стал им. Я родился на Западной Украине, потом учился в Киеве, закончил институт в Киеве. Какой институт? Институт культуры киевский. И после этого остался на работу, мне оставили на работу в концерте сначала. Я работал, как и все люди, был в запасе, как офицер. И был призван на ликвидацию. Когда? Практически был призван 26-го, два месяца после взрыва, 26-го июня. 27-го июня первый раз я вышел на реактор. 27-го июня 1986 года. 1986 года, да. Одну секундочку, я хотел бы Вы спросить. А 26 апреля 1986 года, где Вы были, что Вы делали, что Вы при этом чувствовали? В день, в тот самый день, 26 апреля? В тот самый день, это случилось, ровария случилась примерно в час ночи. А утром я вывез в спортивную команду, я был директор комплекса в это время тоже. Это была вторая моя работа, так сказать, не главная. Куда вы везли? Вывезли в лес на спортивные соревнования. Да. В Бровары Киевской области. Киевской области. Да. И это впервые, вот в разговоре между нами, у нас была группа руководителей, которые вывезли свои команды. И вот мы беседовали, и кто-то так тихонько сказал, что в этой ночи в Чернобыле ужасная вещь произошла. Это впервые я услышал об этом. Но никто не знает еще что, ему позвонил его брат, который в Припяти жил. И вот он говорит, что там катастрофа большая, взрыв большой был. И как закончится, один бог знает. Это впервые, когда я услышал о Чернобыле. 1 мая где вы были? 1 мая мы были на параде с моей будущей женой. Вы участвовали на параде в той самой демонстрации, о которой столько потом говорили. Да, мы как целый день после демонстрации ходили с моей женой, будущей. У нас свадьба была 14 июня. Как зовут жену? Жену зовут Мария. Целый день ходили. Целый день. Одеты были, наверное, легко. Одеты были легко. Демонстрации, праздник большой. Я, честно говоря, не верил в то, что я верил в наши власти. И, как и все, ходил с женой целый день. Ходили по Владимирской горке после парада. Потом приехали на следующий день, пошли в огород. Была сухая очень погода, дождя не было. Так мы скапывали с женой и всадили там картошку и так далее. А к июню, когда вас призвали, вы уже знали, что произошло? Мы знали, что произошло, но мы не знали точно, что произошло. Масштабов вы не понимаете? Масштабов никто не понимал. Все было в секрете. Я не был осведомлен, как другие люди уже потом мне говорили, что были осведомлены. Вы уже были к тому времени женаты? Нет. Свадьба была 14 июня. 14 июня? Да. Меня призвали ровно неделю после свадьбы. У жены был 25 день рождения. 25 июня. А 26 у меня повестка приехала практически с повесткой посыльной из военкомата. Как вы отнеслись к этому? Никак. Я не успел ничего сказать даже жене. Мне сказали 20 минут на сборы. А вот так даже? Да. Это было днем, утром, вечером? Это было днем в моем кабинете. На третьем этаже у меня был кабинет. То есть раздумья не могло даже лечить? Нет. Я только успел позвонить жене. Она работала там где-то 2 километра. Сказали, что в Чернобыль едете? Мне не сказали сначала, что в Чернобыль. Мне сказали, что очень нужно у вас в военкомате. Вас призывает запас военкомата. Очень нужная вещь. Вот так сказали. Но я был сапер, профессиональный сапер. Поэтому я понял, что что-то, наверное, я так думал, что что-то разминировать надо. Что было дальше? А там сразу сказали, что пойдете. Сначала был разговор такой, что якобы мы пойдем строить для переселенцев из Чернобыля в Боярке, где-то будут строить какие-то бараки для того, чтобы люди жили. А вечером уже все встало на свои места. Нам выдали форму, я пришивал погоны. И тогда нам сказали, офицера позвали, мы в час ночи сегодня уезжаем на Чернобыль. Марш-бросок на Чернобыль. Вы там были в составе подразделения, в составе... В составе батальона. Наш батальон стоял сразу за колючей проволокой 10-километровой зоны. Это была наша база. Оттуда мы каждый день ездили на реактор. Ну, я не каждый день ездил, я ночами работал. Потому что я потом уже когда... Что вы делали на реакторе? Что вы там делали? Моя работа была... Оба реактора, 4-й и 3-й, стояли на одной платформе. Вы, наверное, это знаете. Когда четвертый реактор взорвался, он стал где-то примерно в районе 30 метров высоты. А третий реактор был где-то в районе 35-70 метров высоты. То есть половину меньше стал. А все этажи третьего реактора были заполнены радиоактивными веществами. Самый маленький был это 300 рентген. Это группки ТВЭЛы, которые были в реакторе. Что вы там делали? Моя работа была... Когда вы видите радиоактивный материал, который излучает 600 рентген, 1000 рентген, 5000 рентген, было и 10 тысяч рентген. У нас были эти дозиметры, больше 10 тысяч не показывали. Это надо было переключать, специальные дозиметры были. Так дозиметристы, которые со мной ходили туда, то зашкаливало все время. Один был до 600 рентген, он постоянно зашкаливал. А второй был 10 тысяч рентген, то тоже были времена, когда он зашкаливал. Прямо зашкаливал. Значит, нельзя поставить человека... Вы знаете, что если человек получает в районе 600 рентген в час, он тут же умирает. Так что входило в вашу обязанность? Наша обязанность... Нельзя было поставить человека, чтобы скинуть это все в середину. Задача была скинуть радиоактивные вещества в середину, в четвертый реактор. Но поставить с лопатой нельзя человека, потому что он умрет моментально. Значит, было решено, и это была моя работа. Значит, направленным взрывом взрывать эти все реактивные вещества, спихивать туда, в середину. Нам надо было толкнуть его, чтобы он упал в середину, в четвертый открытый реактор. И я разрабатывал эти операции, и моя работа была проследить за всем. Значит, я имел взвод. Четыре состава взвода изменилось с 27 июня. И последний раз я вышел 29 сентября, и мне стало плохо. Мы работали только по ночам. Мы работали с 27... Четыре состава взвода поменялись за три месяца. А я оставался, потому что я единственный был, кто знал проходы наверх. Это даже не так просто все. С иными словами, вы уменьшали, так как я это понимаю, вы уменьшали размах распространения радиации, пытались уменьшить, чтобы все было... Мы пытались скинуть радиоактивные материалы, чтобы можно было закрыть стену третьего реактора от четвертого. И чтобы после этого можно было накрыть саркофагом. Саркофаг накрыть. А моя работа была скинуть большое число радиоактивных веществ, которые излучали огромное количество радиации, сбросить в середину в четвертый реактор. И этим мы занимались до середины сентября, вы сказали? До 29 сентября. 29 сентября мы возвращались. Мы обычно работали с 10 вечера до 5 утра, потому что когда взрывается, пыль идет радиоактивная, ужасная. И поэтому никто не мог в это время работать, даже возле реактора. Пыль, она садится очень медленно. И мы работали ночью, 5 часов мы заканчивали, пыль усаживалась. И в 7 часов уже начинали работать с бульдозерой кругом, люди работали кругом четвертого реактора внизу. Понимали ли вы, что многие из тех, с кем вы работаете, практически уже смертники? Да, многие люди умерли. Понимаете, я достаточно был взрослый человек, мне было 34 года в это время почти. И я имел образование. Когда мы возвращались даже домой в машине, я сидел в кабине с шофером, а сзади под брезентом сидели мои солдаты. Я всегда им говорил, погода была, лето было очень жаркое. Не снимайте вот эти пили... Единственное, что нам выдавали для прикрытия, это были, как хирурги здесь имеют маски хирургические. Вот это все, что имели. И перчатки, кстати говоря, выдавали тоже, потому что бета-излучение и альфа-излучение, они задерживались вот такими вещами. Я все время... Вы сказали, что вам стало в сентябре плохо. Да, мы возвращались домой, мне стало плохо, началась рвота, и я потерял сознание. Очнулся уже в вертолете, когда... Вас вывозили оттуда? Меня везли в 6-ю клинику в Москву. В Москву вас везли? Да, да. Что было дальше? Дальше был госпиталь московский, 6-я клиника московская. Доктор Гейл американский сделал пересадку костного мозга нескольким человеком в то время, людям, которые были пожарниками. Некоторые из них выжили, некоторые умерли. Уже в это время я уже знал, что... И я был кандидатом на это. Сказали, что у вас выпали все волосы, вы мне сказали. Но мне после этого выпали волосы. Когда... Вот я как раз к этому подхожу. Когда они сказали, что я кандидат на пересадку костного мозга, тогда я понял, что я серьезно болен. Потому что бессилие было. Я думал, что просто я потерял все витамины, потому что у нас питание было ужасное. Воды не было чистой, чтобы попить воды. Все время я думал, что я наглотался. То есть, кроме того, что это была ужасно опасная работа и смертельно опасная, вы говорите, что условия содержания, отношения, какие-то меры безопасности были очень минимальные. Минимальные, да. Совершенно правильно. Никаких практически. Поэтому я понял, что я серьезно болен, когда мне сказали, что я кандидат на пересадку костного мозга. И когда он не сделал, сначала... Американский хирург? Да, американский доктор Гейл из Калифорнии. И первый раз не прижилось. Мой организм не воспринял. И начали искать, чтобы совпали все показания, чтобы можно было сделать. А второй раз мне очень повезло. Нашли человека, которого... Донора. Да, донора нашли, которого из Челябинска. Я знаю, что это был парень из Челябинска. И оно прижилось у меня. И после этого у меня выпали волосы все. И началось восстановление организма. Где жена в это время была? Жена в это время была в Киеве. Она знала про все это? Нет, она не знала. Вы не хотели ей говорить? Я не то, что не хотел. Просто время-то в то время было такое, что даже в шестую клинику не пускали никого. Даже медсестры заходили к нам. А то есть факт вашего лечения, не только вашего и всех пожарных, то, что вы говорите, это все скрывалось. Правильно я понимаю? Это все не рекламилось. Никто не знал об этом. Понимаете? Мне даже... Это... Медсестры даже боялись к нам подойти. Вот я лежал со другим старшим лейтенантом в палате, и он умер где-то в районе 3.30 утра. Я звал медсестру, я не мог подняться. И я звал... Я был обессилен в это время совершенно. И она боялась подойти. Молодая девочка, она боялась просто. Мы излучали радиацию, как люди. Они боялись. Они боялись, да. И поэтому, как только уже в 7.30 где-то начали приходить люди, новые люди на смену, тогда они забегали, тогда только этого парня вывезли. Я знаю, что вас наградили за участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии Орденом Красной Звезды. Вот вы с собой его взяли и попросил. И вот этим знаком я хочу, чтобы наши телезрители посмотрели. В 1986 году Орденом Красной Звезды наградили Василия Кавыцюка. И вот этим знаком, этот знак, на нем написано участнику ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Вот этот знак стоит очень многих орденов, наград. Для многих этот знак стоил жизни, здоровья. Я знаю, что не только об ордене и об этом знаке нужно поговорить. У нас есть фотография. Я хочу, чтобы наши телезрители эту фотографию видели. Кто на этой фотографии изображен? Я хочу, чтобы наши телезрители ее увидели. Да, вот эта фотография. На этой фотографии я с моей женой Марией и с моей первой дочкой Мартой, которая умерла в 89-м году. В 89-м году? Да. От чего она умерла? Она умерла от лейкемии, лейкоз в нее был. Она умерла от лейкемии? Да. А где вы жили? Мы жили в Киеве. В Киеве вы жили? Да. Вы это объясняете тем, что в Киеве была такая радиационная атмосфера, или тем, что от вас какая-то, извините, радиация шла? От чего? Ну, в это время жена была беременна второй дочкой, которая, к счастью, жива. И она здесь, в Америке. Вот. И она 7,5 месяцев была беременна, когда первая дочка умерла. И нам сказала врачиха очень, что нам нужно моментально делать аборт от этого ребенка второго, чтобы его не было, потому что вы знаете... Чтобы вторая дочь не умерла. Да, чтобы вы знаете, где вы работали, вы не должны иметь детей и так далее. Татьяна Владимировна... А уже в 89-м году, кстати. Да, в 89-м году. Вы уже знали, кто вы? Вы уже рассказывали, что вы принимали участие? Узнали, потому что я же все документы подал для того, чтобы мои анализы крови и мои другие, так сказать, анализы были уже известны всем. Я же лежал постоянно. Я хочу показать еще одну фотографию, сделанную тоже. Это, я так понимаю, в Киеве, да, снимок сделан? Это в Киеве, возле консерватории, в которой я учился. Этот снимок сделан, я так понимаю, еще до событий, правильно? Ну, это во время отпуска. Мне дали один день отпуск были во время Чернобыля. Я приехал в отпуск на один день. Вы имели один день отпуска из Чернобыля? Да, один день. Ну, мы стояли возле Карагод, село Карагод, которое... То есть это снимок 86-го года? Это снимок 86-го года, да. И, конечно, вы не имели права ничего рассказывать? Нет, ну, тогда нам уже все знали, что мы работаем на ликвидации. Уже все знали. Вы уже говорили, что вы работаете. Все говорили, что на ликвидации работаю. Ну, обычно работаю. А уже вы рассказывали вот такие вещи про 10 тысяч? Нет, никто Агатова не имел права рассказывать. Нет, нет. Я хотел бы, чтобы наши телезрители увидели еще вот эту фотографию. Я так понимаю, что это вы с той дочерью, которая... Да, это дочка, которая умерла. Как зовут ее еще раз? Ее зовут Марта. Какого года снимок? Это снимок 87-го года. 87-го. А вот это она отдельно, Марта. Это одна тоже. Вот еще один снимок, где она отдельно. Да. Вот она. Это 88-й год. Это 88-й год? Да. Еще раз, сколько ей лет было, когда она ушла из жизни? 22 месяца. 22 месяца. Меньше двух лет. Мне дожила до двух лет. От лейкемии? Диагноз был жесток, лейкемия. Я не спрашиваю, что вы думаете про советскую власть, про центральный комитет и про все остальное. Я даже не спрашиваю. Никто не спрашивал. И так как вы уже говорили про свою вторую дочку, я хочу показать другую фотографию. Вот у нас есть еще одна фотография, потому что это вот та вторая дочка, которой мы говорили не ржать, да? Да. Она родилась и... Как ее зовут? Ее зовут Мария, тоже, как и мою жену. Я вижу, тут прекрасная красавица танцует. Она танцует сейчас в университетском коллективе в Дюкене Университете, в Питсбурге она учится. Коллектив называется Тамбуритцинс. И она солистка этого коллектива. На кого она учится? Она международные отношения заканчивает и испанский язык тоже. Какая молодец. Она уже через 2 недели мы едем на выпускной вечер к ней. Сколько ей лет? Ей 21 год будет, 22. Мы очень рады, что это большой подарок от Бога. Это для вас радость. Вот еще есть фотография, тоже танцует в национальном костюме. Тоже прекрасный снимок, видно в национальном украинском костюме танцует. Замечательная фотография. Есть еще один снимок, потому что вот такая, так жизнь устроена. Я об этом говорю, нужно ценить каждую минуту жизни. Прекрасный снимок тоже. Хочу, чтобы наши телезрители его увидели. Кто на этом снимке расскажет? Я с моей женой по бокам, а в середине моя дочка Мария, которую увидели, она танцует. И мой сын Юрий, который здесь родился, в Америке. В Америке сын же родился. Да, мы были награждены сыном. Через несколько лет, когда мы приехали. Так что то, что Татьяна Владимировна в Ахмадет в Киеве говорила, что мы не имеем права иметь детей, потому что вы знаете, где вы работаете, все это оказалось ложью. И все это оказалось неправдой. Потому что очень к нашему счастью большому. Потому что ребенок вырос, он парень здоровый, выше меня ростом, спортом занимается, бегает, хороший боксер. Я могу задать провокационный вопрос. Да, пожалуйста. Какое ваше состояние здоровья сейчас? Ну, к счастью, я не хочу гневить Бога, потому что я очень рад, что я выжил. Это первое. А второе, мое состояние я все время поддерживаю. Мне вырезали здесь лимфоузлы. Я перенес несколько операций. И после этого, как говорится, дело пошло на поправку. В каком году вы в Америку приехали? Мы приехали 16 февраля 1990 года. В 90-м году вы сюда приехали? Да. В 91-м у меня первая операция была. Сделал мне доктор Маткиевский из фонда Чернобыля, председатель фонда Чернобыля. Чернобыль с помощью детям Чернобыля. И он сделал абсолютно мне это бесплатно. Как самочувствие супруги? Супруга, слава Богу, каждый человек имеет свои проблемы. У нас этот отпечаток наложил Чернобыль. А вспихивать все на Чернобыль нельзя, потому что жизнь становится тогда очень мутной. Жить надо сегодня. Да, я с этого начал передачу. Вы потеряли дочь, и было видно, как вы радуетесь, когда вы показали фотографию своей нынешней дочери и сына. И вот эта замечательная семья. Я хочу, чтобы еще раз все-таки наши телезрители посмотрели на эту фотографию семейную, где вы видите Василия и его супруга. Как еще раз супруга? Дочка Мария и дочка Мария. Да, Василия и Мария с детьми своими, понимаете. Дочка Мария и Юрия. Пройдя через все это, они понимают, что такое каждый день, и как нужно ценить своих родных и близких, и как нужно беречь свое здоровье. Вы сказали, что сын спортом занимается, дочка танцует. Еще я хочу сказать, что, конечно, общеизвестно, что эта чернобыльская авария коснулась не только Украины. Я сам из Минска, и нам в Минске все время говорили, что это коснулось вот только там Киевской области и Могилевской, Гомельской областей Белоруссии. И больше никого это не коснулось, и ничего это не коснулось. Но на самом деле мы с вами прекрасно знаем сегодня, что это была вопиющая наглая ложь. Это коснулось не только Украины, не только Белоруссии, причем все Белоруссии, 100% все Белоруссии. Это коснулось Польши, это коснулось Прибалтики, России, это коснулось Финляндии, Швеции, Западной Европы. Это коснулось огромного количества государств. И на протяжении очень длительного времени, сначала из-за секретности советской власти, а потом из-за непонимания ситуации, в том числе и даже на Западе, как я уже сказал, было очень мало информации о том, что же на самом деле произошло, какие последствия этому, и какое нужно внимание уделить Украине. На мой взгляд, Украине, это мое личное мнение, в вопросе строительства саркофага и закрытия Чернобыльской АЭС, только говорили, закрывайте, прекращайте, но никогда не помогли ни с энергетическим вопросом, никогда не помогли в битве с российским комплексом, я имею в виду нефтегазовым, потому что для Украины вопрос энергетики, это очень важно. И если бы действительно мир хотел помочь Украине, то могли и материальную помощь серьезную оказать, и политическую, чтобы Украина могла как-то сама выкарабкиваться из этой беды, это просто невозможно своими силами сделать. И только сейчас, еще раз говорю, после трагедии в Японии, жуткой на Фукусиме, наконец на Западе стали говорить не только про Фукусима, но и про Чернобыль. Буквально сегодня я включал телеканал CNN, говорил, вот Фукусима, а вот как же Чернобыль, и мы уроки никакие не извлекли, ничего не сделали. Я хочу также, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность президенту Ассоциации выходцев из Украины Павлу Маковскому, благодаря которому вообще состоялась сегодняшняя наша передача, это интервью Василия Кавацук, это настоящий герой, который живет, вы живете в Нью-Джерси, правильно? Да. Где вы в Нью-Джерси живете? Берклигайс, Нью-Джерси. И я знаю, что с вами брали интервью американские газеты, в том числе нью-джерсийская, Стар Леджер вы показывали фотографии, и я не знаю, знакомы ли с вашим подвигом, с вашей жизнью биографии украинской общины, украинские газеты, кто-то интересовался? Они знакомы хорошо, но это было хорошо, когда я приехал, это хорошая реклама была для многих в то это время, а потом забыли, как и все, до сих пор вспоминают меня, последний раз вспоминали 5 лет назад, когда было 20 лет Чернобыля. То есть по Южной Пыли, даже не вспоминают. Сейчас даже никто не звонит, никто не вспоминает. Как вы считаете, вот сегодня в Украине вопрос этот закрыт, решен, все нормально, или наоборот колоссальный еще объем работы предстоит сделать? Я думаю, что последствия этой аварии огромные, и люди будут чувствовать это, они просто не понимают, они думают, что я просто там работал в Чернобыле, сюда, туда. Я сейчас скажу так более о тех японцах, которых 50 человек, которые, вот, они герои, они, знаете что, они действительно герои, потому что они пытаются сохранить мир, а не только Японию. И люди этого не понимают, они думают, что я работал для себя, для Чернобыля. Я был призван, у меня не было выхода, если бы сказал нет, я бы получил 15 лет тюрьмы, как все знают это, за одно слово нет. Если бы я искал выхода, я мог найти выходы, конечно. Но вы пытались хотя бы, скажем, солдатам, как вы говорите, маски одевать, или когда они уже возвращались, что-то говорить, что хоть что-то, они где-то как-то оберегались, хоть что-то пытались. Ну, это мальдые парни, я отвернулся в сторону, они считали меня, что я вот от офицера, это не надо слушать, слушать надо только, когда он смотрит. Как только я отвернулся, сразу же снимали, яблоки были вот такой величины, как моя голова в это время. Они едут яблоки? И они едут, из машины снимают яблоки и едят. Понимаете, свиньи... А вы уже знали, что дозиметры зашкаливали? Да, мы знали это все. И мы проезжаем этих 10 километров из реактора, мы проезжаем до нашего батальона, что до нашего распоряжения, мы едем через село. Тут же бегают, как свиньи стали дикими, они выросли страшные, и собаки на них нападают, загрызают. Тут же стало, все дико стало. Людей нет, все умирает, люди не понимают этого. Василий, я еще раз очень благодарен за то, что вы сделали, за то, что вы сегодня пришли, за то, что вы рассказали. Если вы празднуете, я хочу вас поздравить с наступающим праздником православной Пасхи, пожелать вам здоровья всей вашей семье. И я хочу, чтобы вы всегда рассказывали, где только можно, в отличие от советского правительства, чтобы вы это не скрывали, потому что эта правда нужна не только вам. Она нужна всем нашим телезрителям, она нужна Америке, она нужна Японии, она нужна Украине, Белоруссии, потому что до сих пор правду этой не знают. Поэтому не молчите, как бы тяжело не было, рассказывайте о себе, своей семье, о том, что вы прошли. Еще раз вам огромное спасибо. Спасибо вам большое. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был журналист газеты «Вечерний Нью-Йорк» Ари Каган и старший лейтенант запаса Василий Кавацук, который принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, ныне гражданин США, который воспитал прекрасных детей, кто дочь, и который очень много знает про то, как нужно бороться с радиационным облучением, и про то, почему про это должны знать все, и никогда не должны забывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова